Всем привет, дорогие друзья! Не так давно на ютубе стала популярна такая тема, как мой сетап. Сами ютуберы рассказывают в этих роликах про то, из чего они собирают свое ПК-железо, какое у них ПК-железо и какое другое оборудование, и само рабочее место. Для того, чтобы следовать за трендами, я решил сделать то же самое. Сегодня мы узнаем, какое рабочее место есть у лучшего ютубера Лора, а также сколько оно стоит. Друзья, я запускаю второй канал, который будет интересен для геймеров и станет развлекательно-познавательным. Давайте наберем на нем первую тысячу подписчиков, и я выложу интересный ролик в новом формате. Ссылка на канал в описании, и заранее спасибо! Для начала начнем с моего зверя, который монтирует все мои ролики, то есть с моего компуктора. Основой моего ПК служит i5-9620K. Это процессор поколения Coffee Lake, и его характеристики вы видите сейчас у себя на экране. Сам процессор стоит на чипсете Z390 на материнской плате Gigabit Gaming X. Оперативная память же в компьютере стоит от фирмы Kingston HyperX Fury. 2 по 8 гигабайт в двухканальном режиме, частотой 3466. Охлаждает мой процессор Zalman Performa CNPS 5X. Это башенный кулер, который прекрасно справляется со своими задачами. Я играю практически во все мощные игры, и, конечно же, для этого нужна хорошая видеокарта. Видеокарта у меня не самого последнего поколения, и не самая мощная, но ее хватает для моих задач для записи роликов. Это видеокарта 1050 Ti от компании Poli. Блок питания Smart DPS 650W от компании Thermaltake, который обладает золотым сертификатом пользования. Естественно, для всего этого ПК-железа нужен хороший корпус. Я выбрал корпус от компании Thermaltake, который называется Vive 27. Надеюсь, вы простите мне мой английский. Фишка этого корпуса в том, что он обладает большими размерами, достаточными для того, чтобы впихнуть туда практически любую видеокарту, а также обладает стеклом, которое позволяет видеть все свое компьютерное комплектующее и иметь неплохую подсветочку при желании. Хранилищем информации же служит 1 терабайтник от фирмы Western Digital, и мне его вполне хватает. Также, естественно, есть SSD-диск, на котором у меня записана система, и несколько основных игрушек, в которые я играю. Когда я монтирую ролики, мне нужен хороший монитор, с хорошей картинкой, с хорошим качеством. Для этих целей я использую монитор AOS на 24 дюйма. Его основная фишка в том, что я очень часто играю в компьютерные игры формата PUBG, то есть Королевские битвы, или формата Counter-Strike, то есть просто экшена. И мне очень важен большой FPS и большая герцовка монитора. На этом мониторе 144 Гц. Но я снимаю Готику. Конечно же, у любого хорошего стримера, у ютубера и у просто человека, который играет в игры, должно быть настоящее геймерское кресло. Мое геймерское кресло это AeroCool 120. Фишка этого кресла в том, что оно действительно достаточно мягкое, обладает не очень большой стоимостью, и оно действительно удобное. У меня огромная жопа, и мне его хватает. Наверняка в моих роликах вы все замечали RGB-подсветку. Дело в том, что у меня их две. Одна подсвечивает компьютер изнутри. Это небольшая RGB-лента, крутого формата достаточно, потому что каждая лампочка светит сразу несколькими цветами. А также есть обычная RGB-лента, которая куплена в Ашане и стоит буквально рублей 500. Она служит освещением дополнительным в комнате на момент записи каких-то роликов, и сейчас она светит синим цветом. Не знаю, видно это или нет. Ну а теперь перейдем к геймерским игровым девайсам. В общем, как вы любите. Это коврик от Razer. Обозревать я его, конечно же, не буду. Дальше идет мышка Dark Project Mi 3. Это действительно хорошая мышь, у которой можно запрограммировать большое количество режимов DPI. Если не ошибаюсь, 6. И этого достаточно для того, чтобы поиграть и в стратегию, и в какой-то экшен, и просто полазить, посерфить в интернете. Клавиатура, которой я пользуюсь, это фирма RedSquire RGB Tesla. Это очень хорошая клавиатура, которая служит мне уже очень долгое время. Она имеет подсветки, разные режимы, прекрасно светится в темноте. Она очень приятная на ощупь, и у нее высокий профиль клавиш, что очень удобно. Иногда хочется поиграть в Mortal Kombat и набить товарищу морду. В игре, естественно. Для этих целей можно использовать самый обычный джойстик Legitec. Именно я его и использую. Он достаточно дешевый, стоит всего в районе 1500 рублей. При этом имеет неплохой отклик, легкое соединение с компьютером и никаких проблем. Когда я стримлю, мне очень важно видеть чат. Для того, чтобы я его видел, мне нужен монитор. Для этой цели я использую Samsung Sync Master. Я купил его на авито рублей за 700, и не жалею, потому что он действительно очень удобен. Для того, чтобы слышать звуки в разных играх, и для того, чтобы писать музыку, для того, чтобы слушать музыку, для того, чтобы слышать донаты и так далее. В общем, для звука мне нужны хорошие наушники. Про колонки я не буду говорить, они совсем дешевые, они стоят буквально рублей 200. Они мне не нужны. А вот с наушниками я заморочился. Одни из наушников это RedSquire Avalon. Фирма RedSquire заслала мне их бесплатно, но так они стоят в районе 5000 рублей. Плюс-минус. Вторые наушники, которыми я пользуюсь в основном для того, чтобы поиграть с друзьями, в какие-то CS и подобные папки игры, это Razer Kraken Pro. Это очень удобные наушники, но у них очень завышены басы, и поэтому слушать их, например, просто в каком-то скайпе или для просмотра фильмов, очень не рекомендую. Они нужны исключительно для экшн-игр. Раз уж мы заговорили про звук, то, естественно, мы должны знать и как пишется звук. Данное видео пишется на петличку BOE BY M1. Это хорошая петличка, которая стоит в районе 1500-2000 рублей, и я считаю в данной ценовой категории ее лидером. Звук пишется отдельно от камеры. Звук пишется с помощью диктофона ULOS на 8 гигабайт, который можно заказать с Алиэкспресс. Стоит приблизительно 2000 рублей. Основным микрофоном для записи контента на YouTube является BM800. Это очень хороший микрофон за свои деньги, и более того, в комплекте продавец с Алиэкспресс послал мне карточку, специальную маленькую звуковую карту, которую можно подсоединить через USB к компьютеру, и звук будет еще больше насыщен за счет того, что у микрофона появится якобы фантомное питание. Микрофон я не кладу просто перед собой. Для этих целей у меня есть специальный держатель, а также у меня есть поп-фильтр, который убирает всякие шумящие звуки, например, Б, П и так далее. Ну и, конечно же, камеры и профессиональный комплект для съемок видео. В первую очередь на стримах я пользуюсь камерой C920 от компании Logitech. Это очень неплохая камера за свои деньги, более того, она позволяет получить действительно приемлемую, хорошую картинку на стримах. Основной камерой для записи вот таких подобных разговорных видео является камера моего мобильного телефона Xiaomi S3. Это не очень крутая камера, но за счет того, что я установил приложение от Google, оно может снимать в 4К и даже 60 фпс. Ну, конечно же, качество не самое лучшее. Качество вы видите сейчас. Естественно, для того, чтобы телефон не держал ваш друг, который будет... вот так вот трясти... телефоном, разумеется. Нужен штатив. Штатив стоит не так дорого, но я выбирал конкретно под телефон, и самая большая проблема была найти головку. Головку, которая будет держать телефон и крутиться. Естественно, я нашел специальный штатив на сайте штативы.ру, и к нему даже шел вот такой брелок для Bluetooth включения и выключения. То есть, если я сделал и так, то камера, как вы видите, отключилась, и теперь я уже стою в другом месте, и это новый кусок видео. Ну и, конечно же, самое основное. Вся магия всего изображения, всей картинки, всего видео заключена в одном единственном объекте. Это свет. В данном случае свет в комнате сейчас выключен. Я снимаю все на вспышку от телефона. Конечно, нет. Разумеется, я не снимаю на вспышку от телефона, но она также включена и является дополнительным источником света, который светит мне на лицо. Основным же источником света является... Я лучше покажу вместо того, чтобы говорить. Данный экземпляр света был принесен с какой-то из моих работ, на который он просто бесхозно валялся. Нужно было как-то скрутить провода, придумать удлинитель и, более того, как-то облагородить его и сделать действительно источником света. Изначально я вставил все три лампочки, но все три лампочки дают три тени. Три тени нам не нужны, поэтому лампочку я оставил одну, она светит достаточно ярко, а за счет того, что есть еще вот этот вот короб, который я сделал сам, то свет получается еще более приятный. Ну вот приблизительно как-то так и снимают блогеры, которые записывают Готику. У нас нет слишком крутого оборудования, все достаточно простое, все достаточно приземленное, но этого комплекта достаточно для того, чтобы записывать хорошие, качественные ролики. Всем спасибо за просмотр, пока! Подожди, подожди, и да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, как я мог такое забыть? Финальная стоимость получилась 130 тысяч, это без учета всяких вертушек, светяшек и так далее и тому подобного, то есть если считать все, получится чуть-чуть больше, но это уже копейки. Максимум можно, наверное, до 140 округлить, и то вряд ли. Все ссылочки на все комплектующие и на все практически предметы, которые были в этом видео, я оставлю в описании, для того, чтобы любой желающий мог, соответственно, взять и быстренько, без проблем, приобрести нужную себе технику, наушники и так далее, и тому подобное. Ну, а я с вами еще раз прощаюсь, и до новых встреч на новых роликах. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok